Здравствуйте, дорогие соотечественники! Вот смотрим мы на двор и поражаемся, насколько мудры наши предки. Вот говорят, что пока Баба Докия кожах свой не потрясет, весне не бывать. И вот эта народная мудрость, вековая мудрость традиций у разных народов, она направлена прежде всего на то, чтобы человек ясно понимал, в каком он мире живет, что он имеет право делать и чего нельзя делать, ни при каких условиях. Чтобы он понимал, что коллектив, в котором он живет, семья, сообщество какое-либо, что бы то ни было, нуждается в одном, в единстве. Нету единства, коллектив умирают. Точно так же мы уже с вами поднимали вопрос о том, что когда-то Мандевиль сказал следующее, что, говорит, государство подобно улью. А люди, граждане этого государства, это пчелы. А государственность, а единство этого улья обеспечивается вот этой самой духовной традицией. Если у пчел эта духовная традиция зашита на уровне генов, то у людей на уровне воспитания. И вот мы смотрим, что сейчас мир раскалывается. Как говорил Гёте, поэт тот, через сердце которого проходит раскол мира. Мы видим, что происходит сейчас повсюду. Все эти дурацкие санкции, все эти вот верчу, что хочу, плевали на международные договоры, нормы и соглашения. Значит, совесть там вообще отдыхает. То же самое мы видим внутри государства. Мы видим расколотые общества. Мы видим расколотые общества не только у нас или там на Украине. Мы видим, что творится сейчас в Париже. Мы видим, что творится в просвещенной Европе, в Англии вот по поводу Брексита. Мы видим, что в цитадели демократии в Соединенных Штатах общество расколото ровно надвое. И уровень накала такой, что даже социологи, их социологи говорят, что такого быть не должно. И вот мы, если обратимся к этому важнейшему для нас вопросу, вопросу об единстве, без которого не бывает ни прогресса, ни рабочих мест, ничего на свете не бывает без единства. Вот этот важный вопрос мы сейчас зададим представителю народа, который написал Ветхий Завет, Библию. Народ, который прошел через страшные муки, муки ада, и который выжил только благодаря своему духовному единству. У нас в гостях Роберт Западинский. Добрый день. Может, я тут нагнетаю атмосферу, Роберт, может, я что-то тут, как его... Но ведь мир-то катится, и мы видим, куда. И все из-за того, что люди потеряли вот это человечество потеряло. Чувство единства. Чувство следования древним. У всех народов нормы приблизительно духовные одинаковые. Это нормы единства. Вы знаете, я не ожидал, что тема сегодняшней нашей беседы будет единства. Но от этого она остроту свою не потеряла. Наоборот, она только приобретает, потому что, когда вы начали об этом говорить, я стал думать и вспоминать о недавнем совершенно времени, когда, скажем, на въезде в Бендеры огромными буквами было написано «В единстве наша сила». Да, это был один из главных лозунгов Советского Союза. В единстве народа, в единстве граждан. То есть, пока мы едины, как говорили, мы непобедимы. Сегодня действительно наше общество переживает не самые лучшие времена. Складывается ситуация такая, при которой мы уже 30 лет не соединяем народ, разгоняем то по национальному квартиру, то по выбору так называемого вектора геополитического. Кто-то смотрит на восток, кто-то смотрит на запад. А в принципе, я думаю, в первую очередь, мы должны посмотреть сначала сами в себя, понять, в каком государстве мы живем, и на чем держится это государство. А государство, как вы правильно заметили, в своем субъективном слове держится на единстве граждан, единстве народов. Независимо. Независимо от национальности, ни от религиозных предпочтений, ни политических, ни векторных. Поэтому тема, считаю, очень интересная, тема очень глубокая, и я думаю, нам даже не хватит целой передачи, чтобы полностью ее осветить. Могу только с вами согласиться, что недавно мы провели, наша фокус-группа провела исследование, как проходили выборы в Молдове. Мы избирательную кампанию постарались освещать объективно и давали материалы, давали возможность всем участникам этого процесса выступить, высказать свою точку зрения, без всякой правки, без всякой подгонки одного к другому. Но вот фокус-группа провела исследование и пришла к выводу, что у нас, как вы сказали, совершенно нет единства в обществе, что общество, в конечном итоге, расколото, как вы точно заметили. И что самое главное, вот этот вот раскол, оно приводит к равнодушию, восприятию тому, что происходит в стране. Вот, страшное слово, равнодушие. Кто это сказал из великих? Нет ничего страшнее вот этого. Все подлости мира делались при равнодушии. Все подлости мира совершаются с молчаливого согласия равнодушных людей. Так вот, когда мы провели это исследование, конечно, нам было как-то даже немножко не по себе. Вы знаете, я не знаю, чем это объяснить. Я пытаюсь объяснить это нашим менталитетом или нашим воспитанием. Но вы понимаете, что мы уходим от острых вопросов. И вот этот нынешний, сегодняшний побег граждан нашей страны. Кто в Россию, кто на Запад, кто Евросоюз. Это массовый, который принял массовый характер. Пчелы разлетаются, когда улей теряет вот этот дух единства. И вот я с вами как раз это хотел сказать. Именно, наверное, потому и разлетаются наши люди в разные страны, и в другие города, и в другие уголки мира. Только потому, что действительно у нас нет единства. И кто бы сегодня не пришел в область в Республике Молдова, я думаю, что первой и самой очередной задачей должна стать задача сплочения общества. На объединение всех усилий общества, для того, чтобы мы могли возродить страну, чтобы мы могли вернуть те позиции, которые еще недавно мы имели, и чем мы всегда гордились. А гордились мы тем, что мы живем в многонациональном обществе, что у нас прекрасно соседствуют культуры разных народов, что мы считаем это своим богатством, и это нас не разъединяло, а наоборот объединяло. Вы знаете, я в Кишиневе прожил долгие годы, жил в огромном дворе, где жили люди разных национальностей. Я не помню за все эти годы, что у нас возникали какие-то вопросы, по межнациональным отношениям. Дети вместе играли, взрослые друг к другу ходили на дни рождения, на свадьбы, и кума-трии. И двор от этого, наш, просто, как говорится, расцветал, потому что все время хотелось ему что-то сделать. Я представляю себе, прости меня, Роберт, что это был именно такой дворик, знаменитый Кишиневско-одесского типа. Я помню, когда-то в советское время предвыборные кампании нас распределяли по участкам. Ну и мне дали всего два адреса. Я думаю, о, ребятам достались эти девятиэтажки, это ж сколько квартир. А мне повезло, всего два. Но когда я пришел в один дворик, я увидел, что там целая тьма квартир, тьма людей с разными судьбами, в другом было еще больше. И вот мне подумалось, что... И я помню атмосферу в этих двориках, и мне почему-то подумалось, вот когда ты сказал про, так сказать, эту среду, мне почему-то представилось именно это. И оказалось, я как бы пальцем попал в небо, что это так. Да, эти дворики были в той части нижнего города, в нижней части города, где находится улица Заикина, Элинская, Андреевская. И они все были, по сути дела, похожи. Они были большие. Они были перенаселены народом. Разных национальностей. Разных национальностей. Но я хотел остановиться на одной очень важной детали. Вот в этом дворе, где жили люди разных национальностей, разных, как его... Веройского литра. Веройского литра. То есть все разное. Взгляды. Как вы думаете, что первым делом сделали эти люди? В центре двора, вот в нашем дворе, построили огромную беседку. И в этой беседке собирались все дети. И в этой беседке они обедали, в этой беседке они ужинали. Там справлялись дворовые все праздники. В этой же беседке мы, дети, со своими раскладушками приходили ночевать и смотрели наше звездное небо. и жили, как говорится, как будто бы на одной связи со всем внешним миром. Вот это вот единство, вот этот вот взаимовыручник, дух этого улья, этого улья. Он по сегодняшний день остался. И в принципе, такова была политика на всех уровнях. Не только на уровне двора, но и это все выходило в общество. Мы же совсем в другом обществе жили тогда. Было больше людей в любую минуту готовы прийти тебе на помощь. Взаимовыручка была большая. Сейчас очень трудно. Сейчас мы когда читаем... Не было равнодушия. Равнодушия не было. Вот это кто, с чего мы с вами начали. Поэтому я думаю, что, конечно, одна из главных задач, а мы с вами уже не раз на эту тему, в смысле, к этой теме шли. Мы говорили о духовности, мы говорили о нравственности. А вот сегодня мы говорим о единстве. То, что должно стать главной задачей для любого политика, который захочет эту страну вернуть к тем ценностям, которые мы исповедуем. И, кстати, я подумал, вот часто говорят у нас там о коррупции, там произволе чиновников и многое другое. И я ловлю себя на том, что очень часто у нас телегу, как впереди лошади, не понимая, что причина этого, не потому, что вокруг коррупция и бордельера и все это прочее, и поэтому люди испортились. Нет, нетушки, как раз наоборот. Именно потому, что люди потеряли чувство нравственности, ответственности, чувство неравнодушия и так далее, именно это позволило слом вот этих ценностей. Вы что говорили нам? Так, свободный рынок, главное, это заколачивать деньгу, все остальное приложится, а не приложилось. То есть, мне кажется, что вот непонимание причин, что первично, что вторично, вот замена одних ценностей, и я бы даже другое сказал, я бы сказал еще следующее. Откуда мы взяли понятие духовные ценности? Это западное изобретение. Что, какое ценность? То, что можно иметь цену. А мы забыли о святостях. Есть вещи святые, которые цены не имеют, благодаря которым ваш народ выжил во всех катаклизмах и катастрофах истории. Вот это помогло выжить. И мы знаем много примеров таких народов. Кстати, и наш молдавский народ. И русский народ. И русский народ. Именно на той святости и вере. Вот как ты считаешь, вот мы обычно такие слова, как бы, вот ценности, мол, да, что за святость? Да ну ее святость. А не получается так, ребята. Как вот мне кажется, что эти два слова взаимосвязаны. И святость и ценность. Потому что святость создает те самые ценности, о которых мы с вами говорим. И она первична. И она первична. Поэтому я с вами полностью согласен. А насчет питательной среды, о которой вы сказали, которая дает возможность просветать в обществе таким негативным явлением, как коррупция, бюрократизм, дикий, от которого все мы страдаем и так далее. Она, конечно, создана той самой средой, в которой сегодня оказалось общество. Мы, по сути дела, столько времени, говоря о рынке... Сломав традиционные устрои, заменив их скороспелыми вот этими имитациями и, главное, стремлением к успеху, понимая под успехом именно вот эти ценности материальные и многое чего-то такое, другое. Да, это необходимо. Да, без этого нельзя. Но не этим жив человек. Не это общество. Конечно, не этим было. Вы знаете, я вот, как его, небольшой поклонник последних ток-шоу, которые мы смотрим иногда по телевидению, где разбираются вот эти все вещи. Мне кажется, что сегодня многие из нас находятся именно в такой ситуации, когда хотят разобраться изнутри, откуда проистекают все наши беды. Может быть, это и хорошо, может быть, это и плохо, потому что одними лозунгами объединиться народ не заставишь. Но первое, что человека из беды вытаскивает, вот когда он вляпывается куда-то, это удивительное свойство, свойственно только человеку. Посмотреть на себя через зеркало другого человека и посмотреть вообще на себя. Вот это знаменитый вопрос. Мы куда, откуда мы, куда мы, потому что без откуда не бывает куда. Я с вами полностью согласен. Поэтому тема, конечно, очень интересная и очень важная и очень жалко, что у нас сегодня очень много развилось психологов, социологов и так далее, но мы считаем предварительные итоги выборов, подсчитываем, мы анализируем кто, почему и как одержал победу. Но мне кажется, самое главное надо было все-таки разобраться, почему общество расколото и почему мы, как его, никак не можем выйти из той критической ситуации, в которой сегодня находится и страна, и ее граждане. То есть получается, что очень часто за деревьями не видно леса. То есть получается, вот я смотрю многие передачи аналитические, там у нас политологов, по-моему, там куда в экран не глянь, поэтому я не люблю, если мне кто-то говорит, что я политолог, я сразу говорю, ребята, а не политолог. Вот, скажем, ученый, да, учитель, да, дипломат, да, но не политолог, потому что политология чем-то мне вот с болтологией в последнее время. Не, я имею в виду, если это серьезная наука политики, о политии, это же, извините, Аристотель, полития, это же Аристотель, кстати, слово экономия тоже от него, это великие умы античности, мы вообще всеми сломали демократия и прочее, автократия, это же все оттуда, это наша традиция, это издревле все, вот, но в последнее время у меня такое впечатление, что вот это типа одна баба сказала, вот собираются там политологи наши и начинаются, мы, я то, что сказал, а то с кем держит, а тому что дали, ааа, во-во-во-во, то есть, вот, белье роются в трусах и публика сидит и тоже, значит, ведется на все это, и никто не задается вопросом, ребята, а куда страна должна двигаться, а вот эти политики имеют воображение, какое будущее нас ждет, что надо сделать, чтобы было то-то и не было того-то, вот, вот это никто, ты помнишь, Роберт, что кто-то обсуждал вопрос, куда должна двигаться страна, на основе чего мы собираемся, рабочие места, зарплаты, развитие, там, медицину и прочее, вот, как-то вот, а тот украл, сколько украл, ай-яй-яй-яй-яй, а тот украл, уху, ребята, миллиард украл, ой-ой-ой-ой-ой, а почему это происходит, в чем причины, куда двигаться надо, что-то, вот, я смотрю, там, мало какая партия имеет какое-то ясное представление, что надо делать, ну, допустим, у социалистов так более-менее расписано, может, еще у кого-то, но у меня такое впечатление, что темами наших передач являются, кто у кого, какой вор, у какого вора дубинку украл. Плачевно. Да, это очень большой нравственный вопрос. Вы знаете, Виктор, недавно у нас... А, еще во время ток-шоу, я смотрю особенно на русских телеканалов, там то водой плескают друг друга, то морды порываются бить, то и оскорбления, то... Ну, у нас вроде тоже как-то градус напряженности повышается. Но до такого не доходит. Но максимум, что кто-нибудь, там, типа Юра Рожка или это не выдержит, говорит, я сейчас уйду с передачи, если это будет продолжать. Некоторые даже уходят. Я хотел вернуться к нашей теме, которую вы заделали. Которую вы только что затронули. Вы знаете, у нас на этой неделе вышел материал, я его читал, когда его принесли. Он был посвящен первому визиту Советский Союз американского президента Ричарда Никсона. И вы знаете, нашел там удивитель... Там он посвятил после Китая. Да. Так вот, удивительная вещь. Я там нашел главку воспоминания главного повара Кремля об одном дне Никсона. И вот мне кажется, в этом одном дне как его фокусируется то, какое ты воспитание получил и как ты смотришь на мир. Должен сказать, что я впервые узнал, хотя мне казалось, что я все знаю, что оказывается детские годы Никсона какой-то определенный период прошли в Советском Союзе. Его родители работали в концессии в самой глубинке на Урале. И когда он первый раз приехал в Советский Союз, он даже попросил сюда поехать посмотреть те места. Но я хотел рассказать о другом. Видно, это в довоенные годы еще. Когда индустриализация, концессии. Да, индустриализация, концессии. Ну, ребенка. Очень интересно. Я не знал об этом факте, но другой факт мне вообще, как говорится, просто. Вот этот главный повар Новый, как его там называли, который отвечал за питание в Кремле. Да, в Кремле. За питание делегации и лично за Никсона. Написал, написал, оставил очень интересную записку. Никсон поехал на московский рынок. И вот он все узнали. И все хотели как-то его одарить. Кто-то подарил арбуз, кто-то подарил какие-то красивые помидоры, кто-то огурцы с вами набрали этих пакетов и так далее. И вдруг подошла старушка и говорит, я продаю семечки. У меня ничего, больше нет. Вот я вам хочу подарить кулечек, семечек. И говорит ему, вы знаете, на войне у меня погибло три сына. Я, говорит, вот одна и стою вот на рынке и продаю семечки. Он взял этот кулечек, приехал и полностью поменял программу своего вечера. его это потрясло. До глубины души. И он пишет, что... В нем человек победил президента и дипломата. Да. Он первым делом говорит, найдите бутылочку хорошей водки. И говорит, ходил с этим кулечком, целый вечер ходил в резидент с этим кулечком и смотрел. и тогда и так далее. Говорит, настолько его потрясла вот этот диалог между этой женщиной, потерявшей на войне. Потому что подарок был не ценностный, а святостный. Святостный. Это было отношение души к души. Я говорю, что иногда такие вот вещи, ведь мы многое чего, как говорится, находится за официальной хроникой того или иного визита, той или иной встречи. Официоз, Да, официоз и так далее. И мы не видим из каких вещей вообще в принципе складывается в взаимоотношениях между людьми. Вот тут мы можем вернуться к нашей теме. Если мы не разберемся внутри себя и научимся общаться друг с другом, не научимся друг другу помогать и дарить что-то, ничего у нас не получится. Какими грандиозными планами мы бы не располагали, какие бы мы записи бы не делали в своих предпринимательных программах и так далее. Нужна какая-то такая объединительная цель. Объединительная идея. Объединительной идеей в принципе может стать, как вы сказали, те самые ценности рожденные святостью. Потому что если мы к ним не вернемся, рожденные святостью, если мы не вернемся, я думаю, что мы не сможем преодолеть это власти. Человечество будет катиться и дальше с ускоряющимися темпами, куда мы катимся. А катимся на страшную пропасть экологическое, экономическое, финансовое, военное. Все идет. Пока что я не вижу сил, вот которые вы сказали, люди очнитесь, объединитесь и прекратите это страшное сползание. Я уже в данном случае не только вот, что наше государство трещит по швам, другие государства трещат по швам, я уже даже начинаю думать так в общем масштабе. То есть вымывание этих святостей и ценностей, которые базируются на таких святостях, как обязательность, чувство благодарности. Кстати, вот пример с Никсоном. Я вот о чем вдруг подумал. Меня потряс вот этот пример, что эта бабушка с кульком семечком заставила этого человека поменять программу даже пребывания. Какими главными словами она сказала? Она говорит, я хочу, чтобы вы сделали все, чтобы на земле был мир. Мир и все. И она к нему обратилась как к представителю как бы божественных сил, которые гораздо выше ее понимания и так далее. Но вот это чувство, я вот заметил слово благодарение. То есть дарение кулька семечек, они не имеют цены, эти семечки, они вообще ничего не стоят. Никак сильно. Но как вот это выражение, символ священно действия, одарение, это всегда священно действие, оно всегда свято. А в храмах вот люди, кто свечку бабушка поставит? Или в других храмах, в каких-то других религиях, другие, в Индии цветы на алтарь богини. В Китае я видел эти палочки курильные и в Тибете. То есть у каждого народа свое выражение вот этого благодарения. По-разному себе божество они представляют. Но когда вспоминаешь, что кто-то сказал, что говорит Бог это совесть внутри каждого из нас. Совесть, благая весть. То есть мы приходим к выводу, что понятие благо оно все-таки первично имеют вот что-то духовное. То, что связано с самым главным с выживанием, продолжением рода и развития рода, государства, чего бы то ни было, какого-то людского сообщества. И мне кажется, что вот современные политики, современные политкомментаторы много внимания уделяют, кто какой вору, какого вора, какую дубинку украл, мало думают о том, кто мы такие, что с нами сейчас происходит, каковой является цена предательства своих предков, предательства своих традиций. Вот мне кажется, что если бы современные политкомментаторы и современные политики больше бы смотрели в глаза своей совести, в Бог внутри нас, я не могу сказать, что я там религиозный человек или что, но в такие вещи, как святость, святыня, я верю, потому что без этого жить на свете невозможно. Вы знаете, я, как и вы, очень много тоже езжу, путешествую и имел возможность посмотреть. Меня удивило, насколько есть некоторые религии, которые как-то очень сильно влияют на формирование общества. Возьмите страны, где протестантская религия, у которых сильнейшая экономика, но которые в принципе, как вам сказать, делают все возможное, чтобы никого не задеть, никому не показать, что ты богаче, что ты имеешь какую-то неопределенную власть. Я недавно прочитал очень интересную статью о вашем веке. Одну секунду, чтобы я не забыл, через полгода, 70 лет, память уже батенька не та, я что хотел отметить, вот перед этим мы говорили с тобой как напомни, я же говорил, память у меня плохая, сбился, вот ты очень задел одну важную мысль о протестантстве. Смотри, в чем был заключен фундаментальный переворот, по которому люди протестантской этики и протестантской культуры резко ушли вперед в развитии по отношению к народам других. Есть знаменитый, был такой знаменитый, он вообще-то отец социологии его считает, Макс Вебер. И вот Макс Вебер сказал, что то, что позволило тем же англосаксам, а не протестанты, немцы, немцы, северная Германия, протестанты, вырваться по отношению, скажем, католикам, православным, мусульманам, буддистам и так далее, это был невероятный, удивительнейший тезис. Если у всех народов считается так, на дураках там воду возят, труд любят дурака, что работа не волк, в лес не убежишь, ну, такое к труду, что трудятся лохи и так далее. Хотя формально нигде не говорилось, но это как бы за кадром. В протестантизме, сказал Макс Вебер, было невероятное, обратите внимание, не экономическое, а мотивационное, потому что мотивация движет экономику. Вот сел лауреат Нобелевской премии последний, вопрос мотивации в экономике. Внимание, что сказал Кальвин, что сказал там Лютер и другие. Труд есть высшая форма служения Господу. Потрясающее открытие Макса Вебера. И вот, извини, я тебя как бы перебил, потому что я просто бы забыл. И вот то, что ты зацепил вот эту тему и сейчас ее продолжаешь, продолжишь, меня поразило. Вот к чему вернулся Макс Вебер? К морали. Труд есть. Высшая форма служения высшим силам. А что такое Бог? Бог это совесть. Что такое Бог? Бог это святость. Бог это какие-то воплощение каких-то моральных устоев. То, чем должен двигаться. И вот мне кажется, что разрушение протестантской веры, которое мы наблюдаем и в Англии, и в Штатах, и в самой даже Германии, и много где, подорвало основы протестантской цивилизации. Потому что я когда был в Америке, мне сказали удивительное слово абреатора. ВАСП Уайт Англосекс Протестант. На них держалось вот это. И вот сейчас чувствуется, как это все начало расшатываться. И вот цена за это раскол в Америке, раскол в Британии и много где. Макса Вебера надо читать, ребята. Кстати, вот вы правильно сказали насчет чтения. Вы знаете, удивительная вещь я заметил сейчас в последнее время. Все больше людей возвращается снова к чтению книг. Все больше интерес проявляется к тому, что было написано нашими предками, людьми, которые жили до нас. Сейчас в Кишиневе стало традицией собираться на такие литературные вечера, которые раньше вряд ли бы собрали бы столько желающих, чтобы послушать, скажем, о чем пишут те или иные люди. Казалось бы, эпоха интернета, но интерес очень большой. И, честно говоря, вот это возвращение к истокам, оно мне больше нравится по одной простой причине. Потому что, в принципе, чтение порождает и чувство коллективизма. А когда ты один на один, извини, со своим айфоном, ты еще больше одинок. Потому что никого не видишь. Ты видишь только айфон и так далее. А книга материальна. Материальна, да, ты ее можешь вернуться. Рукописи не горят. Помнишь, Булгаков? Да, вы знаете, в связи с этим хотел, есть такая очень хорошая шутка, что одна женщина очень просила Господа Бога, сделай так, преврати меня в то, чтобы на меня всегда смотрел муж. И Бог ее превратил в айфон. Я надеюсь, что до нас до этого дела еще не дойдет, но... Анекдот года. Да, но я хотел сказать, что... Преврати меня в айфон. Да. Так вот, хотел сказать в связи с этим, что мы сами создаем вот эту вот питательную среду, и вот это вот желание уйти в себя, оно и порождает тот самый разлад в обществе. Потому что раньше люди, как вы правильно заметили, коллективно трудились, люди коллективно праздновали, встречались и так далее. И когда мы говорили об общении, мы говорили о том, что это богатство наше общение, что нет большего богатства, чем общение между людьми, когда они сидят и о чем-то вместе размышляют, думают, кумекают, соображают, спорят. Я думаю, ведь оттуда же идет совет с народом. То, о чем нам обещают наши политики, что когда они придут к власти, они будут советоваться с народом и так далее. Но вся беда, когда они приходят к власти, они оказываются на Олимпе вершины и спустятся к народу. И начинают что-то делить. Да. И спуститься к народу у них уже нету времени, правильно сказать, потому что наверху надо делить. А внимание, а ведь корень слова делить, это смысл разъединять. Мы только что о чем говорили? Об этом деле. Как наверху начинают что-то распиливать, делить, общество начинает что? Разъединяться и распадаться. Поразительный вывод. Спасибо. За идею. Я хотел, знаешь, такую интересную штучку рассказать. Как-то пришел очень известный политик ко мне в гости и стал говорить, что очень тяжело работать сегодня в обществе, что люди друг друга не понимают. И так далее. Разобщенные. Моя бабушка, ей было тогда 91 год, сказала, говорит, а это потому, что люди перестали пилить дрова. Это кто их спросил, говорит, а почему вы так думаете? Она говорит, ну вот вы, вы же в Кишнев приехали из села, что вы делали целое лето? Он говорит, пилил вместе с отцом и с дедом дрова, потому что надо было изготовить на землю. А как работает пила? Один раз к себе, один раз обратно. Сейчас все тянут к себе и обратно никто не хочет дрова. Какая мудрая бабуля у тебя. Вот я, как его, думаю, что, наверное, из-за того, что мы все тянем на себя, тот самый хватательный инстинкт, с чего начали вы, побольше захватить, побольше набрать. И на себя. Да, и на себя. Вот отсюда, наверное, как говорится, начинаются истоки нашего ростового. То есть дрова не пилятся, дело не идет, пока не идет ритм, цикл. К себе, от себя. К себе, от себя. А дело спорится. Да, дело спорится. Дело решается. А иначе дело клинится. Ну, протащил ее раз, и что? И все. И затык. Вот отсюда, наверное, как его, мне кажется, и еще, мне кажется, что в такие трудные времена, которые сегодня переживает наша страна, надо вернуться к опыту наших родителей. Вот вернусь к Кишиневу, не буду далеко ходить, я не хочу там вспоминать великие стройки и так далее. Вот в Кишиневе все мы любим Комсомольское озеро, но оно же рукотворное. На строительство этого озера выходили люди всех национальностей, всех специальностей, руководителей и так далее. У меня дома, например, есть снимок, как мой отец вместе с Леонидом Ильичем Брежневым там на Комсомольском озере что-то копают. Папа мне говорил, что они тогда строили Комсомольское озеро. И я вспоминаю, каким оно было, Комсомольское озеро, когда его только построили. Это сейчас. И, кстати, кто бы еще не говорил о Леониде Ильиче, или там Иване Бодюле, эти люди заложили очень много, что до сих пор еще не раздеребанено, и не как не разрушено, и не так далее. Все-таки много они сделали. Ну, они в основном в общество вкладывали. К себе не думают, что так много тянули. Поэтому все это мы имеем. И вы правильно говорите, что есть целый, как говорится, период жизни, который ассоциируется с тех достижений, которые ассоциируются с теми людьми, которые стояли во главе страны. И тут мы возвращаемся к ролю личности в истории и в наших отношениях. Очень много зависит от того, кто сегодня придет во власть в Молдове. Как он выставит свои отношения с обществом и сможет ли он нацелить это общество на решение каких-то действительно интересных задач, которые поменяют в корне жизнь в нашей стране. Вот о чем должен идти сегодня разговор. Вот какая программа должна быть, чтобы в конечном итоге показать, что мы должны сделать, какие первоочередные задачи будем решать. Вот то, что мы с тобой обсуждали, что ребята, вы пришли во власть. И что вы собираетесь, какое будущее, как вы видите пути к нему, как относиться к прошлому и так далее. Вот это как раз то, что ты сейчас подвел черту. И знаешь, что интересно, вот я еще подумал, видишь, как одна мысль цепляет другую, третью, начинаешь как-то думать, лучше мир понимать, себя в этом мире лучше начинаешь понимать. вот создается такое вот впечатление, что вот эта тенденция политики без то, что раньше называлось словом доктрина. Сейчас слово доктрина в болтовню. Вот, если я, депутат, перебежал из одной фракции друг к другу под угрозой насилия или соблазна или того и другого, о какой доктрине говорить? Ну, вот я помню, Михаил Федорович либеральная партия. Вот она сейчас все сошла с политической цены. Ребята, а с каким, в чем суть вашей либеральной доктрины? Вот я бился, бился, я так и не понял. То есть, неважно, приемлю я эту доктрину, не приемлю, но я вижу человека, который придерживается каких-то политических взглядов. А что такое политика? Это искусство, наука, о власти, да? То есть, это прежде всего политические цели, к чему мы стремимся. Под это идут избиратели, под это. А у нас, получается, вот кто бла-бла-бла больше, или там перебежал с одной партии в другую, он даже этого не заметил. Потому что у этой партии и не в той, куда он перебежал, доктрины нет. Они не докториальны. Мы говорим слово доктрина сейчас не в оскорбительном. Как сейчас это слово уже испоганили, но ведь в глубоком смысле, вот когда читаешь того же Аристотеля, читаешь тех же древних греков, докта, доктрина, это вещи, которые в религию закладываются, и в моральный, и в политический. Да, это же доктор. Кстати, мы говорим слово доктор, что же такое фундаментальное, лекарь, там, души, лекарь, тело и так далее. И вот мне кажется, что это вот бездоктринальность вообще отсутствует. То есть все доктрины, ну, фальшивые какие-то там такие, как эти, набедренные повязочки политические, что не в этом ли одна из причин вот этого, что люди, что попадает у него одна доктрина делить, делить власть, бабки, там, пилить что-то и так далее. Вот то, о чем ты говорил. Я думаю, что... Возможен ли возврат снова? Да, возврат при тех условиях, о которых мы с вами говорили. Это возвращение к интеллектуальному труду. Ведь если вспомнить наш первый парламент, как бы мы к нему не относились, он представлял из-за людей очень высокой культуры и интеллекта. Тот парламент, который был создан до развала Советского Союза. На самом финале. На самом финале. Замечательные люди были. Это были разные люди. какими-то... Одних любили, других не любили. Но они были личностями высокообразованными. Высокообразованными людьми были. У них были идеи, у них были планы. Пусть завиральные, но были. Я с большим удовольствием прихожу к вам, потому что в то время, которое мы сейчас вспомнили, я познакомился с вашим отцом. И по сегодняшний день у меня в памяти все наши разговоры, будучи ректором, будучи известным ученым, в конечном итоге общаться с ним было одно удовольствие. И он всегда, понимаете, даже к тем к нам, молодым людям, относился совершенно по-другому. Он не считал, что он наш учитель. Он считал, что он с нами делится на равных. В этом была прелесть его. Я вспоминаю то время, когда мы вместе с ним участвовали в комиссии по выработке закона о языке. А ведь закон о языке, на который сейчас наезжает Конституционный суд, именно он держит до сих пор наше общество. Вон на Украине начудили с законом языка, вот получили. Мы в прошлый раз в передаче об этом говорили, я не хотел к этому возвращаться, но хотел сказать. Вот мне уже эти наши операторы показывают, что незаметно, Роберт, пролетело время. И я очень благодарен тебе, что ты из своего огромного жизненного опыта, вот видишь, ты вспомнил и про работу первого парламента, вот этих удивительных, интересных личностей, вообще роли личности, истории о людях. Я хочу тебя поблагодарить от всей души, что ты пришел украсил нашу передачу позиция, и надеюсь, мы еще с тобой не раз встретимся в этой аудитории. Спасибо большое. Дорогие соотечественники, вот как-то затронул меня сейчас заживое Роберт Западинский, он вспомнил его отца, и я хочу сейчас чтобы вы услышали его слово. А слово его таково. Запомните, люди добрые, что что бы не было на дворе, разруха или процветание, технологии, или там отсталость, как говорят, запомните одно, что все на этом свете делается с людьми, через людей и для людей, вечно любящий вас, сын своего отца, Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров